Совсем небольшой по размерам, зато звучит как целый оркестр. Новый музыкальный инструмент появился в нашей республике. Звуки музыки служила Ольга Пырочкина. Теперь Чувашская филармония не просто учреждение культуры, а самая настоящая резиденция короля. Точнее, короля музыкальных инструментов. Недавно в концертном зале появился орган. Его приобрела Чувашская академическая симфоническая капелла. Новый музыкальный инструмент появился в нашей республике. Это, конечно же, большое событие. Об этом я давно мечтал, об этом я давно думал. Есть симфонистский оркестр, но, однако, есть вакуум. В вакуум плане нет органной музыки. И в связи с этим я выражаю огромную благодарность правительству Чувашской республики в том, что они нас поддержали. И действительно, завет Яковлева выполняется. Надо все сыры прикладывать для духовного, нравственного, мировоззренческого образования Чувашского народа. Именно теперь я называю уже этот зал органный зал филармонии. При упоминании органа воображение всегда рисует образ огромного духового инструмента. Конечно, в зале филармонии не такой гигант, а его аналог с габаритами не более двух с половиной метров в высоту и около двух в длину. Это так называемый электроорган. Малыш обошелся казне в несколько миллионов рублей. Мечта моя сбылась. Идея приобретения органа, она еще была озвучена аж в 80-е годы, в прошлом столетии. Это очень хороший аналог духового инструмента, очень достойный, я считаю. Это голландская фирма, которая занимается электроорганами. В ближайшее время послушать редкий инструмент смогут все желающие. 18 октября капелла начинает новый 46-й концертный сезон. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.